Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Челси и FIFA 21. У нас ребята межсезонье, у нас закончился первый сезон в прошлой серии, мы смогли выиграть в Эмирейтс Кап, заняли в чемпионате второе место. К сожалению из лиги чемпионов мы вылетели, но сейчас мы будем совершать трансферы, мы заработали весьма неплохие деньги и вы в комментариях к прошлой серии, да и к прошлым выпускам писали довольно много различных предложений, что-то было весьма уместно, что-то было весьма из рода фантастики, например купить Месси в состав. Я все же думаю, ребят, мы будем придерживаться более такого плюс-минус реального футбола, не будем совершать какие-то невероятные покупки, я имею ввиду тех футболистов, которые в принципе нам не особо нужны, также кого-то постараемся ребята продать и мы на межсезонье, у нас предсезонный турнир. Здесь у нас в группе Милан, Барселона, Вестерн, Юнайтед, также ребята во второй группе у нас есть Интер, именно из-за этого я решил взять этот турнир, я надеюсь, что они смогут пробиться так же как и мы в своих группах и в полуфинале мы сможем встретиться с ними, а возможно и в финале. И посмотрим на что наша команда может рассчитывать, также мы протестируем наш составчик, может быть уже кто-то присоединится на этом предсезонном турнире к нам из новичков, что хотелось бы отметить, наверное многие заметили по первому сезону, что нам нужно усиливать оборону. Тиаго Силова после этого сезона заканчивает карьеру, а следовательно его нужно уже сейчас менять на более какого-то топового футболиста, также что еще хотелось бы отметить, у нас ребята многие футболисты уйдут сейчас, я имею ввиду из тех, кто вернулся из аренд, также ребята, которые нам не особо нужны, давайте пройдемся по составу, посмотрим вообще кто есть, кто нам нужен. Кепа, 85-й, в принципе он неплохо играет, гораздо лучше Минди, FIFA по крайней мере, я не сравниваю сейчас с жизнью, как играют футболисты, я думаю Блэкмана мы наставим на просто, чтобы он у нас был, он с 11-го года все-таки в клубе и 27 лет с таким рейтингом, я думаю, точно он особо нам не поможет, но пусть будет. Я думаю мы ребята все-таки попробуем приобрести Яна Облака, предлагали многие Донорума, но ребята у нас есть один из пунктов, который нам задало руководство, это повысить общий возраст команды, и поэтому я думаю мы Минди сейчас ребята отдадим на замену Яну Облаку и доплатим. Я думаю это будет в принципе нормально, сейчас деньги есть и мы можем себе это позволить. Что касается дальше игроков, Баба, защитник, я выставил его на трансфер, потому что через 12 месяцев заканчивается контракт, Марку Солонса, также предлагали многие продать, ему сейчас делают предложение, делает это Гранада, многие хотели видеть Альфонса Дэвиса, попробуем, попробуем и тогда они с Чилвиллом будут вдвоем. В принципе неплохой левый фланг, так что у нас дальше, Тамори до сих пор еще в аренде в Севилье, Зуму мы оставляем, Сар, я выставил его на аренду, попробуем найти ему клуб, чтобы он поиграл, потому как нам нужно сейчас покупать все-таки более топового защитника, а продавать Сара все-таки не хочется. Ампаду, выставлен на трансфер, Гуе, заканчивается контракт, защитник, ну тут не знаю, что делать на самом деле, по-моему я тоже его выставил, да, то ли на трансфер, то ли на аренду. У Памикана мы оставляем, Тьяго Силва, понятное дело остается, Джеймс, я думаю в этом сезоне будет больше, наверное, играть все-таки он, нежели Аспиликуэта, нужно как-то давать ему уже шансы. Запакоста, выставлен на трансфер, Эмерсон, контракт заканчивается, но я думаю мы просто оставим его у себя, Аспиликуэта, понятное дело остается, здесь у нас аренда, Канте остается, Бакайока выставлен на трансфер, Кеннеди выставлен на трансфер, Гилмор остается, Жорджини я думаю пока что мы оставим, Ковачич тоже остается, Беккер выставлен на трансфер, Баркли выставлен на трансфер, Маунт остается, Хаверс остается, Галлахи, Тоже выставлен на трансфер Бернардесский, Браун, они остаются Браун, я думаю, ну так пускай будет Может где-нибудь и выйдет Пулешич, Хацнадой Все это, ребята, остается у нас Зиеш Пизан выставлен на трансфер Мне он не нужен, потому что Все-таки ему уже 27, рейтинг 72, такое себе Тима Вернер, Батшуаи Батшуаи, я думаю, тоже пока оставим Может быть где-то он пригодится Напомню, что Абрахам я уже, ребята, продал Так же, как продал и Лофтуса Чика Поэтому сейчас у нас, друзья, есть 350 миллионов на трансфер Ну и давайте тогда смотреть Кого вы, ребята, предлагали Кого стоит приобрести Есть здесь ребята, которых я уже заносил в список По поводу Райса Друзья, его по-прежнему нельзя приобрести Вестхэм Ни в какую Не хочет ни отдавать его в аренду Ни продавать Они считают нас вот такими вот суперконкурентами Альфонсо Дэвис Итак, его цена порядка, ну, 70 миллионов Я думаю так Может быть, конечно, и больше За него попросят Посмотрим За Это было давнишнее предложение Кингсли Куман Тоже давно Барка мы находили Было предложение по Дембеле Финты и слабая нога по 5 звезд Его цена В принципе, весьма Вменяемая И, может быть, стоит попробовать Его приобрести Как раз таки на смену На левый фланг У нас, где играет сейчас Пулешич И как раз таки В принципе, левый фланг Атаки будет сбалансирован Два футболиста, которые могут Заменять друг друга Это будет неплохо Цыганков Понятное дело Мы его рассматривали До приобретения Бернардески Ян Облак Жао Феликс Вот насчет Жао Феликса И Паула Дибала Которых мне многие писали Сейчас, ребята, честно Я не знаю Зачем они нам нужны Потому что У нас есть сейчас Вернер Если он сломается На его позицию Может выйти И тот же Батшуаи Может сыграть в центре И, например, Дембеле Если мы его купим И просто У них цены Весьма внушительные Посмотрите Дибала стоит примерно 115 миллионов Жао Феликс И того больше У него цена Валируется От 136 До 195 миллионов Ребят Такие деньги Тратить на одного футболиста Мне кажется Это не особо Резонно На ту позицию Которая не особо Нам нужна У нас есть Нужда Купить Ян Облак И да Он стоит много Но Отдав Минди Я думаю Мы сможем поторговаться И, например Не знаю Там 120 миллионов Плюс Минди Я бы согласился Что касается Еще игроков Предлагали Грилеша В принципе Тоже неплохой вариант И, в принципе Весьма разумные деньги Плюс он еще и англичанин Я думаю Тоже можно посмотреть Но, опять-таки Грилеш или Дембеле Все, конечно же Скажут Дембеле Но Дембеле Дембеле стоит Дороже Хотя На самом деле Как мы видим Цена Дембеле Не особо высока Я думаю На самом деле Под соточку Будет стоить Также Это Защитник Многие Предлагали Маркиньеса Я с этим Ребят согласен У него цена Тоже внушительная Но, мне кажется Отдав Маркиньеса Да, Маркиньеса Из-за Яна Облака Внушительные деньги Мы получим Как раз-таки То, что Необходимо Ну, а там Что останется Это Ребята Усиление Атаки Усиление Левого фланга Плюс у нас Скорее всего Марку Солонца Можно продать Ну, вот смотрите Уровень атаки И защиты у Грилеша Средний А что у Дембеле У Дембеле Уровень атаки Высокий Но у него Видите Травматичность Это Не самая лучшая Склонность к травам А у Грилеша У Грилеша Склонности к травмам Нет У него лидерство Плюс он еще Англичанин Может на трех позициях Сыграть А Дембеле Может сыграть Только справа и слева Ну, не знаю Сейчас, наверное Будем все-таки Проводить переговоры С теми людьми Которые больше всего Нам нужны Это Ян Облак И Маркиньес Ну, а дальше Будем уже Смотреть Мы встречаемся С Диего Семеном И хотим обсудить Трансфер Яна Облака Челси хотели Приобрести его в жизни И давайте посмотрим Обмен Игроками Да, вратари Я готов отдать вам Минди Он стоит всего Семнадцать с половиной Ну, а также Цена трансфера Ну, давайте Сто Миллионов Сто восемьдесят три Нас не интересует Ни один из ваших игроков Хорошо А если мы сделаем так Давай, хорошо Мы Сто семьдесят пять Хорошо Будем потихонечку Поднимать Давайте Сто пятьдесят Пять Это разумное предложение Ну, вот так вот, ребят Сто пятьдесят пять Миллионов За Яна Облака Нужно еще, конечно же Договориться с ним Он у нас станет Я думаю, основным Галкипером И Что хотелось бы отметить Нам придется продавать Минди Минди придется продавать Уже самим Теперь главное Договориться по зарплате У него актуальная зарплата 145 миллионов Ключевой игрок Я думаю, здесь уже За такую сумму Никаких разговоров Быть не может У него рейтинг на Шесть или семь пунктов Больше, чем сейчас У Кепы Три года контракт Хорошо Отступные мы Игнорируем Зарплата 200 тысяч Сухие матчи Пять миллионов Подписной бонус Так Топ игрок Приходит в нашу команду Это усиление Я надеюсь, что Оно будет оправдано Теперь, друзья Мы встречаемся С тренером ПСЖ И у нас Переговоры По поводу Маркиниеса Я думаю, можно Отдать им Как раз Миндим И так же Предложить цену Ну, скажем 80 миллионов Так Нас не интересует Ни один из ваших игроков 143 миллиона 135 100 Хорошо Контр Предложение Новая цена 115 100 Если вы хотите Еще эту соточку Окей Хорошо Договорились 115 За Маркиниеса Ребята Мы Вышли На трансферный рынок Буквально Ворвавшись туда С ноги Ну и теперь Осталось договориться С самим Маркиниесом Итак Он у нас Будет Важным игроком Так не пойдет Ключевой Хорошо Хорошо Ключевой игрок Ну, в принципе Рейтинг у него Тоже весьма внушительный Так что Контракт на 4 года Хорошо Мы согласны Отступные Мы игнорируем Зарплата 105 Он даже пошел На понижение 25 выходов На поле Все Вот это меня Все устраивает Ребята Это меня Все устраивает Давайте смотреть Дальше И у нас Ребята Осталось 77 миллионов Но это Конечно Без учета Того Что мы можем Еще продать Футболистов И в принципе Нам хватает На Дембеле Но хотелось бы Еще конечно Выручить денег И возможно Купить Альфонса Дэвиса Ну а сейчас У нас игра Ребята С Барселоной У нас Стартовый состав Выглядит Вот таким Вот образом Состав Барса Также на ваших Ранах Ну и ребята Поехали Нам показывают Как разминается Наш новичок Маркини Сегодня он Выходит В стартовом Составе Также Сегодня С первых Минут Ребята Ян Облак Ну и Мы встречаемся С Барселоной Интересное Будет Противостояние Все-таки Предсезонный Турнир Это как раз Тот шанс Посмотреть На другие Команды Посоревноваться С серьезными Клубами И не бояться Проиграть В первом Сезоне Мы к сожалению Выиграть Предсезонный Турнир Не смогли Попробуем Сделать это Сейчас Ведь Начинать Новый сезон С трофеем Это всегда Приятно Вы ребята Не забывайте Поддерживать Видосик Лайком Давайте как можно Быстрее наберем Больше тысячи лайков Ну и ребята Поехали Потихоньку Начинает Вырисовываться Тот состав Который Мы хотим Видеть Сами Мы совершаем Трансфер Именно Под усиление Ну и я надеюсь Что второй сезон Окажется Более Успешным Ну и сейчас Хаверс Уже в атаке И здесь Слишком Резко Хотел крутануть Терштеген На воротах Забрал мяч в руки И быстрее Вводит его Во фланг У Памикана Месси ушел От двоих Маркиньес Удар Поворотом Ну и не получился Откровенно говоря Удар У нас есть уже Более-менее Слаженная команда Нужно просто Так скажем Некоторые Винтики В этой схеме Улучшить Дебюты игроков Показывают нам Как раз таки Маркиньеса И Яна Облако Маркиньес обладает Весьма неплохой Скоростью В отличие от того же Тиаго Силвы Но ребята Это FIFA И здесь Не всегда Уровень Защитника Может Помочь команде И вот Первое спасение Маркиньес Из угла Уже вытаскивает Мяч И сам же Тима Вернер Подходит к мячу Берет разбег Бьет по воротам И мяч летит выше Жаль конечно Что Райса У нас не получается Приобрести Ни в каком Положении Ни покупка Ни аренда А сейчас Канте в штрафной Надо простреливать Прострел Канте Удар коленом Бернардески И вот так Вот мы выходим Вперед Но здесь Такое чувство Что Бернардески Сам не ожидал Что мяч может Залететь в ворот И это гол Мне кажется Канте И защитник И Терштеген Не смогли Спасти И первым Автором Забитого мяча В новом сезоне Становится Бернардески И снова Тима Вернер Передача Бернардески Забрасывает На Пулешича Пулешич в атаке Его удар Поворотом Спасает Терштеген Тима Вернар Пас в центр Ну же Ковачич Штанга Шикарно Разыгранная Комбинация И тут же Быстро пытается Барселона Через Де Йонга Выйти в атаку Яноблак на месте Яноблак делает Хорошую передачу На Хаверца Очень аккуратный Пас Бернардески На Чилвела И можно играть Центр Ковачич Третий Будет Ковачич Не попадает И свисток На перерыв Милан Интер И Байер Пока что Свои матчи Также выигрывают Кто-то 2-0 Кто-то 1-0 Ну и мы Мы пока Выигрываем У Барселоны Месси Тонкий пас И вот он Выход Янаоблака Ну вот Для чего Его брали Ребята И тут же Контратака И снова Это уже Маркинис Вот ребята Чувствуется уровень Чувствуется уровень Парней Хороший пас На Пулешича Рядом Ковачич Третий Будет Третий Будет Ребята И вот теперь Можно делать Замены Ну вот Было Пара моментов Снова У Барса Мы все это Ликвидировали И провели Хорошую атаку Вот что значит Хороший отбор И тут же Хорошая Контратака У нас Большое количество Замен Жоржиньо Зиеш Джеймс И возможно Сейчас Он будет выглядеть Неплохо А это удар Поворота Не врывает Пытался Хотя бы Один гол Барса Отквитать Но снова Мяч сваливается С ноги Вот был Похожий момент У Эйба По моему В начале Это Эйб Удар Поворотом И снова Ян Облак Передача Тима Вернер И вот здесь Уже Торштегин В игре Пас на Зиеша Не прошла Передача В принципе Ребят Честно скажу Мне кажется У нас сейчас Довольно Боевой состав И каких-то Дополнительных Покупок Но вот единственное Конечно Я бы может быть Вместо Марку Салон С Альфонсо Дэвиса Купил А покупать Сейчас Еще себе И Дембеле Это будет Мне кажется Слишком жирно Потому что Мы ребята И так Забиваем Четыре Барси И кто это И кто это Ребята Это Зиеш Он восстановился После травмы Он полон сил Он забивал До травмы Тоже Частенько Сегодня Баба Все Первый И плюс Что он Третья У нас Знаете Интересного Третья В руку Барселона Зиеш Хотел Ворота За просмотр И поддержку Увидимся Пока Пока Продолжение следует